Всем привет! С вами Надежда на моем канале Страничка Надежды. Сегодня я вам покажу немножко отрывков из нашей жизни. Мы сейчас находимся на ферме, которая находится недалеко в нашем районе. Я вам немножко расскажу истории и немного покажу. Все не буду показывать, покажу только какие-то отдельные моменты. Эта история этой фермы началась в 1950 году. Вообще эта ферма, она старинная. Но так как мы ее знаем сегодня, вот как мы ее сейчас увидим, она началась вот в 50-х годах. Здесь был дом богатый, и эта земля принадлежала этому дому. Но в 1950 году хозяева этого дома решили, что им нужны деньги, чтобы платить за налог на землю дорогой, и решили продать эту землю. Продали они местному фермеру эту землю. Недолго он на ней работал. Так получилось, что местные власти... Там трактор едет. Местные власти вынудили этого человека продать часть земли, чтобы построить на этой земле дома для людей. Ну, так он и сделал. Он продал большую часть земли, отдал государству, продал... Почему говорю, отдал, потому что очень дешево как-то, не помню за сколько. Ну, в общем, дешево продал. У него осталась земля. Но, к сожалению, он не смог ее обрабатывать, не смог заниматься этим всем. Он вскоре умер. Но у него был и 16-летний сын. И вот этот сын как раз в короткий срок, ему надо было научиться всему, его звали Роджер. И он взял на себя правление этой фермы. Они здесь выращивали какую-то зелень, ну, в смысле, какие-то культуры выращивали. И также они занимались мясным производством. И вот в 70-х годах этот Роджер, когда уже ему на тот момент было около 30-40 лет, что ли. По-моему, как-то так. У него было уже трое сыновей. И он решил эту ферму открыть для публика. Для людей открыть. И он открыл, значит, эту ферму. Стал, конечно же, брать за вход. Но вот эта ферма так сегодня и развивается хорошо. Потому что очень много посетителей. Так он и открыл эту ферму. И сегодня, 2017 год, она по-прежнему работает как ферма. То есть здесь производится мясо, свинина, говядина и баранина. Овощей они не выращивают. Хотя у них тут есть небольшое тоже филд, поле. Но они, видимо, там просто что-то там студенты делают. Они на продажу не выращивают овощи. Занимаются мясом. И посетители тоже приходят сюда смотреть. Катаются на тракторах. Конечно, зимой здесь намного меньше посетителей. А летом в хороший день очень много. Сейчас я вам немножечко покажу из этой фермы что-то интересное. Перед вами очень интересная порода кур. Здесь написано, что она очень редкая. И она привезена из Азии. У нее черные глаза, черный язык, черные перья, ноги. Написано, что у нее черные органы и даже черные кости. Не знаю, правда это или нет. Вот такие черные абсолютно курочки. Интересные петушок и курочка. Вот здесь написано. Вот это название Аям Симани. Я не знаю, как это будет по-русски. Но кто и кому интересно, может узнать побольше в интернете об этой курочке. И вот здесь написано, что у нее все черное, даже кости. И написано, что даже кровь ее, она очень темная. Темно-красная. Очень интересная курочка. Никогда такую не видела. Петушок, иди сюда. Покажись, красавец. Абсолютно черный. Ноги черные, глаза черные. Красавец. Такой красавец. Интересная птичка. Она небольшого размера. И написано, что она очень-очень редкая. Но она, честно говоря, у нее перышки не совсем черные. Они отливаются каким-то зеленым. Интересно, что написано, что даже кости и мясо у нее черное. Ух, как надрывается. Интересный у них такой выгул. Большой доволен. Здесь всего лишь где-то 4, нет, 5. 5 курочек и петушок. Хочу обратить ваше внимание на домик. Вон там вот домик. Вот он, домик. В котором они спят ночью. То есть у него только крыша есть и насест. И стенок практически нет. Только вот задние и боковые, да. Передних стенок нет. Потому как в Англии очень тепло. Курочки не нуждаются в теплом каком-то сарае. И вниз падает весь навоз. А вот здесь вот, вот дырка. Здесь насест. Не насесты, а гнезда, где они несут яйца. И вот я сейчас даже вижу, там курочка сидит на яйцах. У него интересного цвета яйца. Такого какого-то бежевого. И не очень крупный. Видимо сидят на яйцах куры. Не знаю, отсюда, наверное, не видно. Ну, может быть, видно. Такие интересные черные, причерные курочки. Обрели на Кемпин. Бельгийская порода кур. Завезена в Англию только в 19 столетии. Бельгийская порода курочек. Он петушок и он вдалеку курочка. И ждут. Сейчас будут тут забеги барашек. С препятствиями. Забег с препятствиями. А это трактор, который катает посетителей. А на тех лугах вон пасутся. Вон айширская корова, джерсийская корова. И маленькие шотландские пони. Шотланд пони. Такая красота. На других лугах еще кто-то там пасется. Не вижу бычки, что ли, или кто-то. Сейчас начнутся наши забеги барашечей. Тут люди ставят по паунду, по-моему, на каждую барашку. Не знаю, сколько их там, наверное, 4-5, я думаю. Вроде как. И они под разным цветом. Вот чья барашка выиграет. Барашки были выпущены. 4 первых барана. Женщина бежит с мешком еды. Зеленая первая идет. Это явно хочет сняться. Ты не выиграла. Ты не выиграла ничего. Барашка, беги быстрей. Барашка, беги быстрей. Че-то эти барашки решили посниматься лучше. Ой, какая хорошая. Че-то их корм не привлекает. Давай, беги. Стоит и блеет. Красная барашка выиграла. Ну, какая толстая шкура у нее. Зовет своих подружек. Дети довольны, зато. Зовет своих барашек. Какая ты хорошенькая. Девочка говорит, это моя барашка. Я оставила зеленую. Потерялась, бедненькая. Сейчас финиширует. Здесь такой подиум железный. Под нами барашки вон. И разделен на секции. Такой круглый дом. Называется Раундхаус. Круглый дом. И в каждой секции, в каждом отделении своя порода барашек. Здесь какая-то крупная. Вон там вот маленькие какие-то рогатые. Разные породы. Здесь, видимо, смесь. Смешанные барашки. Потому что здесь выращивают их на мясо. Они берут мясные породы и бывает скрещивают. Не всегда чистая порода идет на мясо. Вон можно увидеть такое бункерное какая-то кормушка, где насыпано очень много комбикорма. Видимо, оно там просыпается. Они кушают. Вон трактор. В него заходят посетители. Посетители. Которых сейчас возьмут на небольшую прогулку по ферме. Здесь еще какие-то тоже черно-белые. Прям в крапинку барашки. У них интересные рога уродливо растут как-то. Здесь чисто черные. А здесь белые, но у них какая-то маска на лице. Неверно видит ли камера. Вокруг глаз черные, уши черные и морда черная. Такая вот порода. И на лапках тоже коленки черные. Коленки и носочки. Интересная порода. Дети бегают по этим решеткам. Здесь вот под нами там как бы подмещения такие распределительные. Когда загоняют барашек, вон можно увидеть двери. Они такие веерные. Здесь то есть разделяют барашек, чтобы их можно было куда-то загнать, куда-то увезти. Сейчас я вам покажу вблизи этих интересных барашек. Не знаю, какая это порода. Которая сказала, у них как маска. Интересные, правда, барашки? Вокруг глаз черные, уши черные и рот черный. Такая порода интересная. И они не очень большие. Идемте дальше. Стоят производители. Бараны-производители. Все такие крупные, красивые. Вон один особенно красивый, с рогами прям закрученными. Разные тоже породы. Вон тот, по-моему, называется Dexter. Мясная порода. Такая морда. Видно, что это мальчик. Такой загон, где все производители собраны вместе. Спят, отдыхают. А в соседнем загоне козочки. Тут разные породы. Мясная порода. Вон, не черно-белая, а коричневая с белым. Не знаю, как она называется. Мясная порода. И здесь же есть англонубийский и кроссы смешанные. То есть, такая смесь бурная. Всего по чуть-чуть. Написано, вверху станция по мытью рук. Здесь вот такие вот мойки сделаны. Много-много кранов. Мыло сверху вон и мойка. Мальчик вон играет. Чтобы мыть руки. И здесь салфетки. Салфетками вытирают руки. Потому что как бы здесь животные, дети. И чтобы это все было стерильно, чисто, чтобы никто не заразился ничем, сделать такие вот станции по мытью рук.